Итак, у нас сегодня шестой аркан, который именуется Выбор или Влюбленный. На самом деле, аркан очень интересный, потому что, если мы посмотрим на колоду Таро, то далеко не все арканы, проходя через большой блок исторического времени, они фактически через более чем пять столетий менялись. Ну, например, такие карты, как императрица или император, с момента их создания до классических колонн XX столетия, в общем-то, ничего радикально нового в себе не привнесли, и более того, не меняли даже своего наименования. То есть, когда появилась Таро, император и императрица, это были вполне конкретные персонажи. Сейчас это персонаж, скорее, музея исторического кино, да, для большинства европейских держав и нового света, но, тем не менее, эти карты именуются таким же образом. Например, она не переименована в президента или премьер-министра. Что же касательно шестого аркана, то этот аркан менял как свое наименование, так и свою композицию, причем менял ее радикальным образом. То есть, можно говорить не просто о модуляции в этой карте, а о том, что эта карта просто заменялась на совершенно другую. Если мы обратимся к самым ранним колодам, колодам 15-го столетия, то мы увидим сцену, любовную сцену, и эта карта называлась «Любовь». То есть, речь идет не о влюбленных, речь идет о совершенно определенном чувстве, и более того, речь идет, естественно, о любви в ее актуазном смысле. Это не любовь теологии, это не теологический концерт. Да, относительно любви в теологии, в Керриель Висконте Спорца будет отдельная карта, которая тоже будет называться «Любовь», но в данном случае это будет уже «Любовь небесная». Это будет персонифицированная фигура, соответствующая христианской добродетели. Там было на три карты больше, была еще «Вера», «Надежда» и «Любовь». Эта же карта демонстрирует достаточно стабильную иконографию для первого века своего существования. Это пара прогуливающихся, над которыми находится фигура Амура. Он слеп. В одном случае мы видим, что он стоит на пьедестале, напоминает некоторую карту, да, очень, совсем другую. На, об этом еще поговорим. Карту Дьявола. То есть вообще карта Аркан влюбленную, особенно если вы возьмете у Арида, то там композиция у этих карт идентична. Более того, она не просто идентична, а если вы глубоко ее проанализируете, вы поймете, что она полностью скопирована со всеми, со всеми мельчайшими соответствиями. Во втором же случае мы видим тоже прогуливающуюся фару, символ верность собачка, и над ними витает Амура. В данном случае речь уже, если здесь идет просто о неком любовном признании, то здесь речь идет о предложении руки и сердца. Ну, потому что собачка не просто так там появляется. Достаточно вспомнить классический портрет читы Арнольфини этого же времени, чтобы понять, что собачка это именно символ супружеской верности. И карты, несмотря на их стилевое отличие, тем не менее выдерживают одну и ту же модель. То есть это любовь в земном ее измерении. Если мы обратимся к колодам феррарской школы, там были миланские, понятно, что Висконти и Сфорца оба рода миланские, те, кто правили Миланом. Как раз, собственно, Таро здесь сыграло, так скажем, не роль, а попало в определенную точку смены многовекового владычества рода Висконти над Миланом, и впервые восхождение на этот престол Сфорца. Потому что колода была подарена на десятилетие бракосочетания дочери Висконти и одного из Сфорца. У Висконти последнего не было сыновей, его род прерывался. И, соответственно, он продолжился уже через смешение этих фамилий. Сфорца на этот момент был молодой род, это меньше столетия ему было, а род Висконти уходил в раннехристианское время. То есть это, так скажем, представители итальянской элиты века, так, по их легендам годовым, с 6-го, 7-го. Но задокументировано около этого же. Позже, но примерно в то же самое время, то есть в эпоху средних веков. Здесь же речь идет о колоде Феррарской школы. Ее обычно называют колодой Ганера или колодой Карла Безумного. К Франции не имеет ни малейшего отношения. Колодой Феррарской мастерами было выполнено. Привожу версию, как она сейчас издана, просто почетче. И подлинник, потому что, конечно, современному этому художнику, немножко криворукому, очень далеко до мастера, где на картонной карточке все реальным золотом прорисовывалось. То есть там речь идет уже о неприкладном искусстве. А в искусстве говорят, что над картами вот этими работали и сам Бенефацио Бембо. Это очень крупный художник того времени. И, так скажем, художники его круга, подмастерия. То есть это речь идет именно о произведении искусства, которое можно не стыдно выставить в музее, а не о просто картинках, которые где-то сам кто-то что-то нарисовал. Какие мы будем встречать в раннепечатных колодах. Здесь тоже речь идет о очень качественном изображении, которое на самом деле в вырезанном варианте демонстрирует стандартную сцену для поздних средних веков. Эта сцена, здесь она убрана полностью, сцена триумфа смерти. Где влюбленные пируют, а рядом уже скелеты с косами заготовили все, чтобы их назад утащить. В общем-то, такой паттерн соотношения любви и смерти, разлагающейся плоти тут же, он до сих пор муссируется в жанре хоррора. Достаточно кликнуть на любую часть какого-нибудь восставшего из ада, чтобы убедиться в том, что, в общем-то, эта идея не утратила, по крайней мере, на уровне массового продукта актуальности по сей день. То есть здесь речь идет уже не об одной паре, а о нескольких парах, и, естественно, чтобы во все пары сразу же попасть, да, уже нужно умножить и Купидона. Один уже не справляется, он завелся подмастерьем. Ну, более главный Купидон, наверное, у которого колчан есть. Он начальник стрел, тому выдает по одному. Ну, вот. То есть и там, и там речь идет о кухтуазной любви. То есть это именно любовь в земном ее измерении. Вот первоначально не только значение, но и название этого аркана. Как вы сами понимаете, между этим арканом и последующим, это не его изменение, а это его замена. Но аркан совершенно другой. И номер у него, естественно, тоже тогда блуждал самым-самым причудливым образом. Шестым он не. Здесь в самом случае шестой это Карл. Вы видите сразу же разницу в номерах. В том случае, я как раз убежден, что это все-таки шестой, потому что вот этот оттиск, он еще не научились пользоваться печатью. Да, когда вы пользуетесь гравировкой, оттиск будет перевернутый. То есть если вы хотите заполучить шесть, нужно римскую четыре написать. Тогда получите шесть. Поэтому здесь-то как раз шестой номер. Но тут же, в это же самое время, мы имеем уже номер восемь. Здесь уже научились. Просто в этих колодах там все отзеркалено. Поэтому это именно шестой. Что мы здесь имеем? Да, в принципе, ту же самую сцену. Она ничем не отличается, только выполнена уже такими криворукими самоделочными мастерами. Естественно, они извините, здесь можно их во многом извинить, потому что речь идет о работе с металлом, либо с деревом. Обычно это все-таки деревянные мастерские планы. Но это не кисть. Кистью работать, так скажем, не просто в высоком смысле этого слова, то добиваться высокого уровня в работе по резьбе по дереву еще сложнее. Образы. Да те же самые. Единственное, что в случае с этой колодой, мы видим стрелу, воткнувшуюся в сердце девушки. Стиреткий пример, когда целятся именно в девушку. На последующих картах больше целятся именно в молодого человека. А и здесь целятся в девушку, и здесь целятся в девушку. Это тоже показательно, насколько по-разному мыслилась даже мифологема. Казалось бы, той же самой ситуации всего пять столетий назад. Но, опять же, речь идет, вот эти карты созданы на рубеже 15-го и 16-го века. Если те, это 15-е столетие, возможно, даже первая половина, есть такая версия, да, ну, по крайней мере, середина гарантирована, то это либо конец 90-х, либо самое начало уже 600-х. По-прежнему образ тот же самый. Называется любовь, образ романтической сцены. Идем дальше. Ну, неразрезанный лист Кэрри-Ель, так называемый Кэрри-Щит, он сохранился, как вы видите, от него часть, ровно половин, даже чуть-чуть поменьше. Но, по композиции можно понять, что это то же самое. Стоит девушка в платье, да, мужчина в одежде типичной для Ренессанса. И здесь должна быть фигура ангелочка. Но его нет, ну, в общем-то, его можно доныслить. Ничего не мешает вот эти карты объединить, да, и получить абсолютно типизированную композицию. В Сермонес де Лудо был такой порядок. Вслед за арканом Папа был обозначен аркан Умеренность, а лишь затем аркан Любовь. Вот такая была интересная структура этой колоды, что, в общем-то, говорит о том, что это как-то и мыслилось по-иному. Ну, то есть, если Умеренность можно было в определенном ракурсе понять как целомудрие, чем оно, собственно, в большинстве случаев и является, достаточно вспомнить карту Умеренность из одной из версий колоды и тейлы, где она стоит с цепями, да, зверя рядом, и она стоит с цепями. Это целомудрие. То карта Любовь – это нечто прямо противоположное. Идем дальше. Первая адекватно напечатанная колода, то есть она уже цветная в полном смысле этого слова, потому что то, что я вам показывал в Будапештскую колоду, есть ее цветные версии, но там цветность заключалась в том, что некоторые фрагменты каждой карты были красными. То есть первая цветная печать, она была не полихромная, а уже напечатанное черно-белое изображение, наносилась только красная краска. Потом это число довели до трех. И в трехцветной шкале, в общем-то, ее юзали достаточно долго. Более-менее адекватная цветная печать появилась во второй половине XVIII века. Это хорошая по качеству печать. Что здесь мы видим? Ну, во-первых, здесь уже номер наш точно гарантированный, да, номер шестой, хотя изображение по-прежнему, в общем-то, мало чем отличается от предыдущего. Одежда уже барочная, не ренессансная, апгрейд определенный произошел, но композиция та же самая, а эта карта уже французская. Именно эта карта и эта колода, и колода Каталина Жуфруа, созданная чуть раньше, и заложит основы последующих традиций марсельской, визансонской школы. То есть это уже предок Марселя. Однако здесь Марселем еще и не пахнет по композиции. То есть все остальное-то уже похоже, а вот здесь нет. Что происходит в Марселе? Я специально беру всегда Паен Веб, да, Паен Веб это не совсем Паеновская колода. Паеновская колода, во-первых, их две, в начале и в середине 18 века. Веб он их чуть-чуть прорисовал. Это новая колода, которая, в общем-то, является как бы реставрационной работой старинной. Это не репринт, но и не перерисовка, как я вам показывал колоду Карла Безумного. Да, когда просто заново и плохо нарисовали. Это очень похоже на Паеновскую колоду. Я ее специально привожу, потому что, повторюсь, она качественная. И хоть что-то будет видно. И, естественно, Таро Канвера, классическая колода марсельской традиции, но далеко не первая. Первая Паеновская колода была создана в самом начале 18 века. То есть 12-й примерно, так скажем. Точно не датируют, но так скажем. А это идет 47-й, 51-й. Так что не нужно думать, что Канверовская традиция, которую сейчас тиражируют, что она вот самая, вот Марсель появился тогда. Ничего подобного, да? Марсель появился лет на 70 раньше, на самом деле. Потому что еще и до Паена были колоды очень близки. Что мы здесь видим? Мы видим уже совершенно другую сцену. Сцену как раз Геркулеса на Распутье. Мы видим сцену, где одна такая солидная Матрона воплощает собой добродетель, а другая девушка, которая руку складывает на тело этого парня, а вторая рука, здесь он держится, да, еще за руку с ней. Это, в общем-то, типа порог. Естественно, ангел целится в порог. Он же Купидон, он вообще не под добродетели прописан. У него прописка другая, да? У него юрисдикция другая. Он не работает там ни на Юнону, да? Ни на тех богов, ни на юстицию. Вот, он работает на Венеру. У него другой работодатель. И, соответственно, здесь такой немножко прибалдевший молодой человек, который не может определиться. Вроде как, с одной стороны, с детства мозг пилили Библии, да? А с другой стороны, там Купидон. И, в общем, мы застаем его в момент, когда он еще точно не выбрал. Самая удивительная метаморфоза с этим сюжетом, который неожиданно появляется в марсельской традиции, на самом деле даже и раньше есть, вот, так скажем, с конца, со второй половины 17 века. То есть до второй половины 17 века мы имеем карту «Любовь». После, начиная со второй половины 17 века, мы имеем карту «Влюбленные», которую вы все знаете по марсельской картинке. Но самое главное, что эта картинка еще ни о чем не говорит. Потому что всем известный первый человек, который начал заниматься и осмыслять Таро в русле академической традиции, то есть Курда-Жибеллен, он, не поменяв ни на грош картинку, сказал, что вот этот персонаж, это не фигура добродетели, а это вообще пастыр, который объединяет двух влюбленных. То есть фигура добродетелей неожиданно сменила пол и стала мужиком. То есть в данном случае речь не идет о выборе уже между «или» и «или», а речь идет о «быть женатым или холостым». Да еще и перешел в сторону Купидона. И естественно, в данном случае Купидон всему этот на земле поддерживает, тот на небесах, и в общем-то как-то вполне позитивно, все замечательно и хорошо. То есть совершается таинство брака. И девушка в таком случае, которая посимпатичней, она стала воплощать, в общем-то, невинную добродетель. Как известно, Курда-Жибеллен вообще славился тем, что он все, то есть тут пол поменял, повешенного с ног на ноги, точнее поставил с головы на ноги, потому что тот висел вниз головой, а он неожиданно стал стоять. Но на самом деле относиться к Курде-Жибеллену можно по-разному, но я вам скажу такую вещь, что, к примеру, его иногда цитируют даже Мишель Фуко. То есть речь идет о том, что до сих пор во французской философии к нему, в принципе, относятся как к второплановому энциклопедисту. То есть это не какая-то маргинальная культная фигура, а человек, который действительно на полном серьезе включил Таро в академический дискурс, и после этого этого не делал никто. То есть я бы сразу сказал, это единственная работа по Таро, написанная исследователем так или иначе, связанным с академической традицией. Потому что его первобытный мир – это работа совершенно неоккультная. Это работа в измерении XVIII века, которая могла бы называться философской. Не философия, как сейчас мы ее после Канта понимаем, но философская, вы, так скажем, как Вольтер, философские слова Вольтера, это тоже сомнительно, что это именно философский. Еще приведу несколько примеров. Сыр традиций XVIII и XIX века, традиций близкой к Марселю. Здесь, в общем-то, та же самая иконография, она ничем особенно не меняется, хотя здесь уже бабушка надвое сказала, к этим колодам нет каких-то серьезных комментариев, да это просто колоды, поэтому мы можем сказать с одной стороны, что это некий царь, дающий в награду кому-то супругу, а также и сказать, что это по-прежнему коронованная добродетель, а та, в общем-то, воплощает собой простоволосая порог. Что происходит? Ну вот, как раз, даже Беленовская карта, в общем-то, она просто отзеркалена, да, вам понятно, что на правую сторону нужно было поставить персонажа мужского, но полностью иконография скопирована с конвейера, в то время описание к ней идет уже совсем другое. То есть это именно барыгасочетание. В то время как, вот, допустим, добродетели порог, да, между ними амур, они его там делят, на кого он работать будет. Очень близкие изображения. Ну, то есть типаж понятен. Идем дальше. Редкий пример, когда в XVIII веке воскрешается что-то подобное ранним картам. Да, и здесь мы видим опять вот этот зонтик, как из самой-самой ранней колоды, но композиция скорее совмещенная. То есть речь идет о том, что, очевидно, изначальная память старых карт еще не была полностью драчена. То есть они их знали, но меняли на совсем другой сюжет. Если там речь шла просто о любовном чувстве, то здесь речь идет уже о выборе. Понятно, что вступление в брак, то здесь немножко был ослаблен вот этот нерв или-или, но, в общем-то, это все равно выбор. Речь идет о таком же шаге, да, то есть либо ты вне брака, либо ты в браке. Это все равно выбор. Другое дело, что его чуть-чуть более позитивно окрасит. Потому что понятно, что если внизу батюшка стоит, вверху ангел летает, что все хорошо будет. Я это понимаю. А может быть правильно было бы в монастырь лететь. Тоже хорошо. Будет же дальше карта-то, отшельник. Еще выше, еще лучше. В сицилийском Таро этот аркан традиционно присутствует. Повторюсь, там, если еще не касался, то скажу, это такая система, где меньше карт. Это тоже можно относить к системе Таро, но там не все арканы присутствуют. Этот аркан присутствует. И здесь, смотрите, девушка стрелу поймала, а вот юноша не факт. Он сильно руками разначит. То есть опять целься здесь уже в Молдову человек. А на самых ранних исключительно в девушку целься. А там номер восьмой у него? Да. В сицилийском почти ничто не совпадает. Там номерация другая. Это своя система, тоже весьма интересная. Это ини Менкиата, где больше, чем Таро. И, соответственно, не Тарушки, здесь их меньше. В египетской традиции, в общем-то, меняется только название. Опять плюс-минус накаляются, напряжение возрастает. Карта уже называется «Два пути». И изображаются Исида и Нефтида, две сестры. Это, кстати, будет отыграно любопытно, но даже на Краулианской колоде. Я имею в виду колоду Ланмайла Дюкета. Там тоже будет на распутье стоять основной персонаж между Исидой и Нефтидой. Кто они такие, легко догадаться будет у Дюкета по тем иероглифам, которые украшают их голову. То есть, в данном случае ошибиться невозможно. И, естественно, если это египетское Таро, то Купидон не покатит. И здесь стреляет в них бастерд. Не знаю, владела ли она стрельбой из такого оружия. Но, в общем-то, здесь египтизация шла такая, так скажем, профанного, да, типа. Похожа на Египте, но слава богу. Что происходило дальше? А вот, собственно, Ланмайла Дюкета. Здесь мы видим Осириса, да, и где Исида и Нефтида. Ну, Исида, понятно, что как трон, да, у нее, естественно, ее иероглиф изображен на глазе. А, но он, понятно, на нее смотрит, она супруга, а там он только налево ходил, что называется. Но два пути. Опять же, можно сказать, как добродетель и паспорт. Здесь еще это усилено на всех картах тем, что приводятся дневные и ночные сигилы. Получается, каждая карта содержит или-или в любом случае. Это Крауль нарисовал. Вы можете почитать о реке. Там читать особо нечего. Там, собственно, сень, черный рисунок, который получен ризионерским образом. Ну, что происходит далее в 19 веке? В 19 веке происходит постепенное такое облагороживание этих образов. И смотрите, заметьте их мутация в то же самое время. Здесь стопроцентно мы видим уже не сцену, когда почтенный отец или священник объединяет узами брака пару, а мы видим девушку, выбирающую, уже девушка выбирает, между монархом и воином. Достаточно радикальное решение. Это достаточно радикальное решение. При этом, заметьте, это 810 год, это очень давно. Еще никакого левида же в помине не было. То есть там что было? Бары там отбывают. Все. Больше ничего такого более-менее вменяемого по оккультизму этой эпохи не было. Ну, понятно, что были. Агриппа всякие. Но это давно было. И то, что выбирает девушка, это, конечно, достаточно радикально. Здесь же мы видим именно монарха, который как раз воину в награду дает супругу. Здесь уже между ними девушка не выбирает. И здесь Купидон целится в воина. Понятно, что воина выберет. А здесь целится в девушку, потому что, в общем-то, варианта у нее никакого нет. У нее никто не спрашивал. Небеса ей сказали, что делать. Она будет верной женой. В случае с знаменитой колодой Джей Джей, швейцарского Таро XIX века, можно, опять же, сказать, что с одной стороны, это может быть отец, который наблюдает за свадьбой сына или дочери, да, здесь это непонятно. Либо, опять же, выбор между пожилым и состоятельным, да, и молодым, но без гроша. Собственно, по одежде мы видим, что тот, конечно, значительно более, скорее всего, состоятельный человек, да. Вирт. У Освальда Вирта, черным по белому, или зеленым по синему, желтым по красному, прописана идея Геркулеса на распутье. То есть, пока что мы оттуда никуда не ушли. Мы имели один концепт, потом несколько флуктуирующий другой концепт, потом получим третий. Пока что на втором находимся. Здесь этот персонаж буквально разрывается на части, да, на кусочки. Он разноцветный, он как будто с карты шут сбежал. И он стоит между пороком, она, естественно, венком украшена, да, это цветение и умирание, да, а добродетель, она украшена короной. И ангел уже целится в него, но первый раз во всех колодах мы не знаем, куда он выстрелит. То есть, здесь этот вопрос полностью открыт. Это Верд делает абсолютно гениально, потому что, то есть, там-то нам всегда намекали, что на самом деле выбирать нужно. А здесь нет, здесь этого нет. Более того, в одежде присутствует как красный цвет, да, так и зеленый и желтый. Ну, может сказать, что желтый, это, так скажем, отсылает к белым волосам, да, блондинка, добродетель, но зеленый-то есть только на пороке, а красный есть только у добродетеля. То есть, он действительно разрываем на части между этим. И мы видим два пути. Эти пути, наконец-то, изображены на самом деле, да. Мы видим две дороги, раз и два, которые обратную букву В образуют. Карта Вирта, на самом деле, очень глубокая по символизму. Здесь копаться можно очень долго, потому что у него еще каждая карта имеет отсылки к другим в его же колоде. Но, в общем-то, он, так скажем, ставит некую точку, доводит до ума традицию, которая просуществовала два столетия. То есть, там было почти 200 лет одно, 200 лет другое, и мы входим совсем в новую фазу. Эту новую фазу запускает эзотерический орден Золотой Зари, который эту карту меняет вообще. То есть, совсем. Это Персей, который спасает Андромеду. Выбор у Персея есть либо дракон, либо Андромеда. Андромеда. Может. Но, может, конечно, он летит рубить Андромеду. Мы можем предположить такой вариант. Но, скорее, все-таки ему вот это существо, выбирающееся из воды, не очень будет понравиться. Хотя, внешне он на него больше похож. Андромеда вообще выбор? А у Андромеды выбора нет вообще. Андромеда здесь изображена так же, как персонажи из Ату, Дьявол, Уальта. Да, она прикована. Вот. То есть, так скажем, понимание выбора здесь не ставится. Ставится на повестку дня героическое действие. То есть, Золотая Заря как немножко криво поняла вот эту часть колоды, потому что некоторые арканы там даются очень глубокие, очень интересные интерпретации. Эта часть колоды понимается абсолютно криво, ибо героическое действие, да, то есть, триумфатор, это следующий аркан. Тот, который изначально триумфом, собственно, и назывался, да, и благодаря которому колесница. Ну, да, да. А может, тут выбора спасателей нет? Ну, речь идет, да, совершать героическое действие, но если вы вспомните греческую мифологию, то вы поймете, что там все предопределено. Да, вот он не может спасать или не спасать. Да, то есть, он герой, значит, он должен спасти и героически потом пасть, да. А что, он должен напортачить, его какой-нибудь бог злорадный должен прикончить. Ну, то есть, век героев это трагический век. Да. Золотой век был век Сатурны. Ага. И, естественно, все, кто входили в золотую зарю, никто, заметьте, не повторяет вот эту страшную картину, ибо выбора здесь не на грош. И, в общем-то, на самом деле, так скажем, изображение именно придуманное. Остальные существовали долго, потому что они попадали в его существо, да. То есть, нельзя придумать термин, нельзя придумать графену, образ, да. Если это будет придуманным, оно тут же и помрет. Поэтому это никто не повторяет, но все, кто входили в золотую зарю, начинают активно работать над модификацией именно этого аркана. И поэтому я не случайно его показал. Несмотря на весь его огрех, да, несмотря на то, что он не попадает вообще никуда, он открывает третью эпоху этого аркана. Он радикально его обновляет. И уже у Альта мы видим совершенно гениальный аркан, в котором взята, в общем-то, как библейская, так и гностическая идея, да. Более того, так как речь идет о самом начале книги Бытия, здесь даже мы не можем определиться с вероисповеданием того, кто ее создал. Это может быть хоть кусульманин, правильно? Это может быть хоть иудей, хоть христианин любой из конфессий, да. Может, это методист. Так и гностик. То есть, речь на самом деле идет не о христианизации. Ибо задолго до христианства этот концепт прекрасно существовал в удеесской культуре. Поэтому очень точно выбрана идея. Змей есть, но нету самого момента грехопадения. Это не то, что яблочко берет. Здесь они смотрят на ангела и на друг друга. И самое гениальное, конечно, вы подробно сможете прочесть, когда я закончу третий дом своей книги. Я детальнейше разбираю, сравниваю, как эта карта связана с Арканом Дьяволом. Там совпадение 100%. И это продумано. Таких совпадений случайно не бывает. Это выверены два разных ангела. Там тоже ангел. Как говорят некоторые урии, между прочим. И фалично здесь, простите, представлено тоже весьма и весьма вынятно. Связь между Арканом Влюбленный и Арканом Дьяволом на самом деле не принадлежит Лайту. Я здесь не показывал колоду Итейлы. Это совсем другая система. Но первым полностью меняет композицию этой карты именно Итейла. У Итейлы эта карта называется брак, бракосочетание. И там стоит священник, перед которым стоят мужчина и женщина. И он заключает. Он в центре. Абсолютно так же, как будет в центре находиться Каин Второго Тота Алистера Короли. Второго Тота полностью списана от этой традиции. От Эйла Уальт Роли. То есть, да, это Каин, но, простите, там мы вообще не знаем, что за персонаж. Он никак не прояснен. Но там это просто некое лицо, которое имеет право связать. Это может быть какой-то языческий жрец, например. На нем никаких крестиков нет. И поэтому вот эта традиция, она на самом деле появляется точечно. В 18 веке. Но она была забыта. И любопытно, что и Вайт, и Краули будут изо всех сил ругать Итейлу. Потому что они тащили только оттуда. Это как раз сегодня Олег рассказывал, то, что мы не любим, да, прежде всего, то, что похоже. Да. Первым про это еще Жан-Поль, да, стал писать. И все эти многочисленные романы о двойнике. Двойник, он плохой. Не потому что плохой, а потому что такой же. Да. И в данном случае мы имеем дело, конечно, с полным переосмыслением. Здесь уже не Адам выбирает, да, что-то. Не Ева выбирает что-то. А они находятся в неком зависшем состоянии, да. Они могут, допустим, быть вместе или не быть. Они могут сорвать, отсетовать древо с этого древа. Не рвать ни с кого из них, да, и так далее. То есть, на самом деле, варианты здесь уже множественные. Там мы видели одного персонажа вообще в подчиненном положении. Он вообще просто вещь, предаток, да, такой. А этот думает, выбрать эту вещь или эту. Здесь же речь идет о множественности. Ибо, естественно, выбирает не ангел. А он благословляет, понимаете. Если бы он один же раз был проклятие, а другой благословение, да, там. А он благословит любой их выбор. И это очень радикальное обновление. Калутер. То есть, мы имеем уже третий типаж. Не апгрейд. Абсолютно ловая там. Я тут не считаю, да, ибо он не прижился. А если его считать, то к четвертому. Смотрим дальше, что происходило. Если мы обратимся к двум ключевым колодам после Уайта, то есть, колоду русского оккультного центра и того Тота Алистера Кроули, на котором я остановлюсь подробнее. Тем более, что я послушал, что о нем сказал Олег, и я не буду повторять. То есть, повторения не будет. Ну, я бы другую колоду сказал, потому что, которая внешняя, которая цветная, по-моему, цвета-то у меня нет. Нет, я не о Гом. Я буду о Тоте говорить то, чего не было еще. Новое, да? Новое, другое. У Мербиси в данном случае это все тот же выбор Геркулеса, только очень эффектно представлено. В общем-то, здесь уже сомнений быть не может. Добродетель говорит, вот трудный путь в гору, но на Олимп попадешь. А так, говорит, вон тут полянка цветет красиво, но сгниешь. И ангел-то, конечно, прицелился уже в порог. Вообще, потому что, в принципе, холодное оружие, оно как-то ближе к порогу. Вот. Но сам по себе персонаж, он так вроде смотрит вверх, ему там поинтереснее. Так что, здесь есть важные эффектные символы. На самом деле, очень интересная колода, графически выраженная. Жалко, что она в таком ужасающем состоянии сохранилась. Но, это старый типаж. Ничего нового здесь нет. Что же касательно того тот Алистера Кроули, то это действительно одна из самых сложных карт. Но, во-первых, это полностью взято с книги «Двенадцать ключей мудрости» Василия Валентина. То есть, это конкретно, говорю, алхимический образ. Но, здесь также очень много отсылок, опять же, к Этели и Квайту. Здесь мы видим двух влюбленных. Рядом куча алхимической символики, разбирать которую я не полезу. Я это уже в книге делал. Пересказывать это как-то глупо достаточно. Но, я бы хотел сакцентировать внимание на понимании этой карты. И вообще на понимании учения Кроули. Кроули, да, Кроули жил в одно и то же время с Карлом Густавом Юнгом. И здесь на Кастали очень модная идея о том, что это своего рода некие две фигуры похожие. Я попытаюсь показать, что это фигуры прямо хотя положено. Я на стороне Кроули. Я не на стороне Карла Густава Юнг, я на стороне Кроулианской. И в чем они противоположены? Это вытекает просто из самой сути их учения, из самой сердцевины. Не из побочных каких-то элементов. Да, Кроули рекомендовал читать метаморфозы либидо. Ну да, замечательно. Кроули был вообще очень образованным человеком. И я тоже вам всем поликомендую Юнгу читать. Это же не значит, что его не нужно читать. Значит, что он просто противоположен от Кроули. Чем они противоположны? А это и есть два этих пути. Чтобы понять эту карту, я объясню это именно на этом примере. Какой основной тезис Юнга, который является ключевым, вообще который определяет то, что либо вы аналитический психолог, либо вы не аналитический психолог. То есть, если вы признаете архетипы, как изначальные, существующие на протяжении всей истории, типажи, то вы аналитический психолог, вы последователь Юнга. Если вы не признаете, что есть эти самые архетипы, то это вы не последователь Юнга. В чем суть учения Кроули, основная, в книге закона выражена? В чем суть книги закона? В том, что есть отдельно взятые эпохи, огромные эпохи, которые он называет ионами, которые между собой не запрягаются никак. То есть, совсем после того, как наступает эра гора, все законы предшествующего иона отменяются. То есть, все, стол остался, стул остался, у нас те же самые конечности остались. Но функционировать они должны по-другому. Они вписываются совершенно в иную систему. И после того, как эра гора уйдет, об этом в книге закона тоже сказано, черным по белому, нынешние боги будут в забьении, они никому будут не нужны. Хотя, книг-то останется, но она уже будет даром, никому не нужна. Она перестанет выполнять ту роль, которую она играла. То есть, на самом деле, Кроули был в этом смысле абсолютно выдающимся человеком. Я бы сказал, может быть, самым гениальным в 20 веке. И почему? Заметьте, самое начало 20 века, первое десятилетие 20 столетия, человек полностью внятно и подробно излагает учения о парадигмальности истории. То, на чем будет стоять современная историческая концепция, то, что с боем сейчас преподносится, то, над чем Фуко работал в 60-е годы, он это спокойно выдает в начале 20 века. Но это понять нужно правильно. Книга состоит из трех частей. Три иона, о которых он в других, в том числе работах, постоянно пишет, насколько они различны. Наиболее, конечно, это можно понять между тем, которые меняются сейчас. То есть, а, ион, то, что называть старым ионом, осилиса и новым ионом гор. То есть, осталось-то все то же самое, но оно должно функционировать совершенно по другим принципам. В этом и есть суть смены парадигмы. То, в общем-то, получается, Юнг в полном смысле слова остается староионным. Во всем, да, потому что он принимает не... Что такое ион осилиса? Цикл, ураборос. Солнце сдохло, воскресло. И так до бесконечности. И это и есть архетипы ваши, родные. Есть папа, есть мама, есть отец, да, который... Небесный отец и кто угодно, да, есть небесная мать. Вот они бесконечно возвращаются в сотни ликов, тысячи образов, та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. И пластинка до бесконечности крутится. Здесь речь идет о том, что они остаются, но они начинают совершенно по-другому функционировать. И это уже не они. Понимаете? То есть, есть разрыв, и на этой карте хочет, хотела этого Фрида Харрис или Крауле, или нет. Я думаю, что такие вещи случайно нельзя сделать. Это глубоко продумано. Тем более, что он это подкрепил самими своими текстами. Смотрите, что мы здесь видим. Мы видим внизу возможность черное-белое, да? Мы чуть-чуть подросли, оказалось, что там, где было белое, стало черное, там, где стало черное, стало белое. Но что между ними находится? Мы, на первый взгляд, нам кажется, что это фигура объединяющая. То, что бинарность приходит к какому-то единству. Ну, может быть, он осеняет их руками, благословляет их руками. Но в данном случае, смотрите, к какому мы приходим к единству? Кто это? Он пишет это конкретно. Это Каин. Кто такой Каин? Это тот, кто совершил первый разрыв. Это тот... Кто из них там Каин? Вот. Их благословляет Каин. Они сходятся не в единство, а в разрыв. А вот тут-то и стоит поговорить о замкнутой и разомкнутой системе. Да? Модно в эзотерическом дискурсе говорить о том, что вот замкнутая система – это плохо, а разомкнутая система – это хорошо. Что выбор замкнутой системы – это некая, так скажем, консерватизм, да, разомкнутая трансгрессия. Но если подойти с этому чуть-чуть, с более абстрактной точки зрения, с точки зрения хотя бы математической, хотя бы математической, то вы поймете, что разницы между исчисленным и неизвестным абсолютно нет. Оно не является одно чем-то константным, а другое нет. И то, и другое константное. Это неизвестное, а это известное. И выбор между ними на самом деле безумно сложен. И эту сложность Гроули опять отражает впервые, потому что над этой сложностью будет работать на протяжении всей своей жизни славой Жижек, крупнейший философ наших дней. Как Жижек объясняет этот выбор? У нас есть позиция либо внутри, но если угодно мы находимся внутри системы, да. Либо позиция снаружи, то есть выйти за ее пределы. На самом деле выходим мы, естественно, куда-то. То есть если мы выходим в неизвестность как ради неизвестности, то это такое же константное состояние. Если мы уходим в неизвестность в надежде найти что-то другое и потом туда войти, то, естественно, когда мы туда войдем, мы пойдем в известное. Логика на самом деле снизит. Это от ожидания зависит? Нет, в данном случае это зависит от случайности. То есть мы выходим, мы можем, смотрите, мы можем, вот я знаю все стулья, которые стоят в этом кабинете, кто на них сидит. Я могу здесь остаться, я могу выйти, и может быть я там кого-то встречу, а может быть нет. Ну, допустим, в этом коридоре. Это зависит от случайности. Но, либо я там встречаю кого-то неизвестного, допустим, да, и тогда может завязаться, допустим, какое-то новое знакомство. Либо я там встречаю кого-то известного, и в данном случае он просто причисляется к тем, кто наличествовал и так здесь. То есть выход за пределы системы возможен, либо опять же в целостную, неизвестность как состояние, оно опять же так же исчислено и стабильно. Либо из него в любую другую возможность, которая опять же замкнута. То есть нужно просто чуть-чуть на шаг дальше смотреть. Тогда вы увидите, что на самом деле выбор стоит только один. Между находиться внутри и находиться по отношению к этому, снаружи. А вот тут-то и возникает вот эта фигура замечательная, которую я объясню с помощью самого любимого примера Слабоя Жижика. Слабоя Жижик коммунист, и он объясняет все на своих, естественно, политических предпочтениях. Есть правые, есть левые. Так вот, ну, предположим, здесь тоже есть правые и левые, да, чисто физически. Поэтому мы можем это вполне применить. Соль его заключается в том, что нельзя не занять никакой нейтральной позиции в выборе между правыми и левыми. То есть изначально вы уже занимаете какую-то позицию по определению. Поэтому, оценивая, допустим, будучи правыми, вы оцениваете диспозицию между правыми и левыми одним образом. А будучи левыми, вы эту же диспозицию оцениваете совершенно по-другому. То есть нет вот этого рубежа. Вот эти правые, а вот эти левые. А есть рубеж на правых и левых с точки зрения правых, и на правых и левых с точки зрения левых. И преодоление вот этого разрыва, который находится между ними, невозможно вообще никак. То есть вы можете стать левыми, но если вы действительно ими становитесь, а не в прикол, то вы будете оценивать уже с точки зрения их. Либо вы остаетесь правыми и лишь воображаете себе, что будьте левым, я бы вот так подумал. Но подумать вы не сможете как левый. Это невозможно. А здесь мы приходим к такому понятию, слово может быть непривычно, но я объясню, он не столь сложно. Это слово параллакс. Именно его использует Жижек. Это не совсем то же самое, что параллакс в физической науке, в оптике. Параллакс Жижек используют следующим образом. Есть хорошее слово, которое наверняка вы все знаете, в психологии контейнирование. Есть контейнер, да, и соответственно трансгрессия, опять же слово оттуда же, да, из этой же области, это выход за пределы этого контейнера. Да, это декоринтренирование. И Жижек говорит следующее. Суть параллакса в том, что мы можем по-настоящему находиться либо внутри, либо снаружи. И никакое среднее арифметическое между ними невозможно. То есть, на самом деле, исчисленная система и система открытая ничем между собой не отличаются. Так скажем, они отличаются, либо не совсем правильно сказал, не отличаются с точки зрения наших предпочтений, не должны отличаться. Они отличаются всем, а значит не подвластны сравнению. Вот в чем дело. В одном случае мы имеем четко расставленные координаты, а значит внутри них мы можем одну тактику применять. Кто сказал, что на самом деле установление новой парадигмы это вот абсолютно что-то крутое. Но вы можете, что такое установление новой системы вообще? Это значит, что она не продумана совсем. У нее есть некие опорные точки, но внутри она не проработана вовсе. Парадигма может установиться только пустой, иначе она никому даром не нужна. И внутри нее начинается проработка. Но заметьте, если вот установилась новая парадигма, можно ее же заново взять и отбросить полностью. Я вам пример только что показал. Вот установился новый аркан. Это круто было или нет? А вот спорный вопрос. С одной стороны можно сказать, да, он запустил, но а запустил ли на самом деле? Или показал тотальную неудачу? Понимаете? Потому что на самом деле я уж говорю, это ты идиот, это ты Тейла, а не Тейла раньше. Вот в чем дело. Но с другой стороны, и Тейла даром никому сто лет был не нужен. Вот. Так что устанавливается новая парадигма, мы можем внутри нее начать ее прорабатывать. И несмотря на то, что она-то исчислена, ее границы, внутри ее проработка бесконечна. А можем просто ее откинуть и установить новую парадигму. Да, мы отбрасываем исчисленное и выбираем трансгрессию в новое. И хорошо это или плохо? Это настолько по-разному, что это просто сравнивать. Там нету того элемента, по которому их можно сравнить. Вот в чем, так скажем, ядро этой карты. И не случайно Каин, как тот, кто первый приносит раскол. И, естественно, это получается с одной стороны схождение к единству, но это схождение к единству, которого нет. Потому что единством, которое объединяет правых и левых, является раскол. На позицию которого встать невозможно. Это невозможная позиция. И это, конечно, совершенно гениально показано. Кроули, он лица не имеет. Да, это та позиция, встать в которую нельзя. Особенно, если вы сравните эту карту с... Химической гравюрой из 12 ключей мудрости Василия Валентина, то вы поймете, вот это закрытое полностью лицо, это, конечно, радикальнейшее, это очень крутое решение. И с одной стороны лента Мебиуса, да, указывающая на бесконечность. Но в чем принцип-то этой ленты самым? То, что на самом деле внутреннее и внешнее у нее невозможно. Ну, то есть она их упраздняет, и тем не менее мы отлично понимаем, что встать, занять эту позицию в своей реальной жизни мы не можем. То есть эта позиция для нас закрыта. Это позиция двумерного пространства, да. Ну, встать бутылкой Кляйна, это совсем уже радикально, да. То есть это то, что может происходить на уровне культуры, но то та позиция, на которую мы встать никак не сможем. То есть, да, если культура, это то, что объединяет нас всех, понятно, что там есть и правый, и левый, и есть сам по себе расход. Он структурой общества и является, конечно. Но мы эту позицию занять не можем. И в этом смысле, конечно, сопоставление этой карты с дьяволом, оно имеет под собой очень веские основания. Дьявол – это другой. Ну, дословно, дьявол – это враг, да. Дьявол – это перевод на греческий, иудейского слова «стана» или «шайтан», да. Как кому больше нравится, кто к какой конфессии принадлежит. Ну, может, вот этот джихад хочет уставить. Соответственно, дьявол – это противник. Противник – это, соответственно, другой. Тот, кто не я. Если вы сами себе противник, да, психиатрическая лечебница, ну ладно, плачет. На самом деле, как указывают очень глубокие психологи, которым можно доверять, ну, Хилман, например, о том, что человек даже самоубийство не может совершить. Он убивает в себе другого. То, с чем он не согласен. Да? То есть, получается, даже когда внутри идет конфликт, это конфликт с другим, а не с самим собой. Дьявол – это и есть другой. Заметьте, помните, как я говорил, организована вся шарканная колода. Три раз по семь плюс дурак. Дурак сам по себе. Три раз по семь. Собственно, это тоже организовано абсолютно безупречно. Четыре, три, четыре, три, четыре, три. То есть, четыре всегда. В начале три связаны с ценой. Здесь ценка какая? До этого был папа иерафант, потом влюбленный выбор, затем победитель. Папа был сайтом события. Это то место предпосылки, которое обусловливает возможность выбора. Пока не было этого аркана, аркана логоса, аркана слова, вообще никакого выбора было невозможно. Здесь появляется выбор, и в конце мы видим выборовшего. Кстати, интересная ситуация выбора, которую вообще, на самом деле, очень редко продумывают до конца. Дело в том, что ситуация выбора – это такая ситуация парадоксальная, из которой не выборовшего выйти нельзя. Если вы отказываетесь от выбора, это ваш выбор. Когда появляется ситуация выбора, не выбрать нельзя никак. Как бы вы ни старались, вы все равно выберете. Это случай как раз, как с этим левым и правым мужижиком. То есть, если вы убеждены, что вы отказались от выбора, то вы выбрали неосознанно. Если вы убеждены, что вы не занимаете никакую позицию, ни правую, ни левую, значит, вы занимаете позицию большинства. Вы же ее тоже выбрали, но неосознанно. Это хуже. Потому что она вами руководит, а не вы ей. И в этом смысле, эти три Аркана объединяются вот в эту интересную сцену. Но, если по этой же логике мы обратимся к Ату Дьявол, к Аркану Дьявол, он первый в последнем Собтенере. Первый Собтенер – Маска, второй Собтенер – Я-Мир, взаимодействие между субъектом и Миром. И, наконец, третий Собтенер – Мир. Но это абсолютно легко доказать, чисто графически. Это единственный Собтенер, где появляются здания, постройка. Важно. Это единственный Собтенер, где есть светила всякие. То есть это внешний мир. А первый там Папа, Император. То есть персонаж, взаимодействие. Напомню, что Отшельник никакой не персонаж. Это время. Как называлось время? Да? Это персонифицированное время. То есть, да. Получилось, а как это промежуток времени, когда делается выбор? То есть он может делаться выбор минуту, пять минут, сутки? Интервал, на самом деле, я думаю, что интервал всегда различен. Дело в том, что если бы интервала не было... Ну, а это состояние у тебя же нету, выбора, еще не выбрано. Само состояние. Вот это состояние, это и есть карта шестого аркана. Потому что, когда рука уже потянется, мы попадаем в следующий. Мы попадаем в седьмой. Я не случайно сейчас рассказываю структуру Собтенера, потому что первые четыре карты отделить друг от друга в любом Собтенере легко. Они отделяются. Последние три сложно, потому что они связаны. И здесь, естественно, отделить, где появляется ситуация, в которой может произойти выбор, где появляется сама вот эта зависшая чаша, да, то или это, а это выбор именно или, или это экзистенциальный выбор. Хороший пример в коммерческом кино это все версии фильма Пилла, которые философы советуют даже смотреть. У кого нервы позволяют. Потому что вот этот выбор. То есть ты выбираешь либо боль, либо жизнь. Два варианта. Либо ты чем-то жертвуешь и живешь, либо ты все теряешь. Человек, когда думает, что он чем-то не жертвует, он же всем жертвует на самом деле. Но да, большинство не выбирает. Но, соответственно, они теряют все. выбор. Вот, в общем-то, соль этой карты. То есть эта карта не выбор, в смысле, что я думал и выбрал. Эта карта и есть зависание в выборе. Потому что выбравший, я аркан этот именую именно так, не победитель, не колесница, а аркан выбравший. То есть там у нас предпосылка выбора, здесь выбор, и там выбравший. Мы видим человека в новом статусе, потому что до выбора ты был тем-то, после того, как ты выбрал, ты уже другой. Допустим, человек выбирает конфессию. Был он там, не знаю, адвентистом седьмого дня, да, или тринадцатого часа, да, или масоном какой-нибудь там ступени, какого-нибудь этажа. И после этого решается стать, допустим, телемитом. Получил он посвящение, он же теперь телемит. Вот когда он думал, он был в этом аркане. Когда он встал, он получил новый статус. Вот выбравший, это и есть он же, но в новом статусе. Заметьте, это получается такой проапгрейтенный маг. Цикл замыкается, да, каждый септемер относительно замкнут. То есть маг был никем, он то ли фокусник, то ли шарлатан, да, а тут он уже, мы точно знаем, это дядина колесница. Это человек, которого можно по определенным признакам определить. То есть это, скажем, это батюшка, это полковник. Нельзя сказать, что именно с этой точки зрения как раз вот эта карта с Андромедой, так сказать, отыгрывается, что это некое волевое действие, после которого он становится триумфатором следующего арка. Отчасти может быть, но вся прелесть караулианской версии. Мне нравится в том, что, понимаете, вот, допустим, мы были левым, потом мы стали правым, но между нами по-прежнему эта фигура Каина. То есть мы можем поменять статус, но это не значит, что если мы были в своей жизни сначала леваками, а потом правыми, да, сначала фашистами, потом антифашистами, что мы точно знаем и знаем, что вот это плохо, это хорошо. Нет, если мы были фашисты или стали антифашистами, мы не можем находиться в предшествующем контейнере уже одновременно. Это то место, где нельзя усидеть между, да, да, можно быстро-быстро метаться туда-туда-туда-туда, но на самом деле, так скажем, чисто гипотетически я себе представляю, что это невозможная позиция, она возможна, но она возможна не в этом сактенере. В первом сактенере она невозможна. Нет, в этом уоне-то она возможна, но в этом сактенере она невозможна, и поэтому я считаю, что, конечно, абсолютно гениальная карта украули, я не все карты украули так люблю, то есть это самая лучшая карта шестого аркана, она самая глубокая, повторюсь, к второму то-то иногда есть большие претензии. Здесь это очень тонко проработано, и смотрите, здесь старые, старые онные вот эти фигуры, фигура Евы, и фигура, не знаю, насколько уж лилит, скорее Венера, на самом деле, но мы видим типический образ Венеры, то есть христианство-язычество, скорее, я бы так поставил, и они разделены рядом мечей, эти мечи есть опять умножение разрыва, и этих мечей много, это не просто как в христианстве, да, вот этот дядя язычник, а вот этот уже христианин, а съездите в Исландию, да, и пойди пойми, кто там язычник, а кто христианин, а у нас он все в проруби на крещение молится, да, и батюшки еще туда приходят, непонятно эти батюшки, то ли они жрецы, да, какого-то тайного культа, но связанного с водой, очевидно, про который лавку писал, но в общем-то крестьянство это не имеет ни малейшего отношения, да, есть еще такой чудный праздник Святого Валентина, который тоже неожиданно, да, неожиданно попал в христианский дискусс, уж непонятно с какого перепутка, вот, и в общем-то, то есть, кстати, это тоже день влюбленный Да, здесь речь идет о том, что провести вот эту демаркационную линию с одной точки нельзя. Мы либо занимаем эту позицию и оцениваем с нее, либо мы занимаем другую позицию и оцениваем с нее, но мы не можем сказать, что вот я-то знаю его точку зрения и знаю, что она неправильная. Нет, потому что находясь не в ней, мы не можем ее оценить. И это первый радикальный разрыв, который демонстрируется в картах. До этого ничего подобного мы не встречали. Но если мы идем по порядку в 22 картах старшего аркана, поэтому я не случайно так долго посидел на Таро Тота, я не полез ни в алхимическую, ни в телемическую символику. Это Олег лучше меня разберет, он вам про телему все расскажет, но речь идет о том, что Краули осознанно или нет действительно говорит вещи, которые в полном смысле слова запустили новый Иоанн. Другое дело, что судя по всему не совсем там, где он хотел. Судя по всему не в Ордене. Судя по всему в философском дискурсе это не случайно. На самом деле Краули при всей его такой весьма специфической форме жизни был, конечно, представителем интеллектуальной элиты прежде всего. Как мы знаем, она тоже иногда живет весьма и весьма обеспечена. Но просто достаточно почитать его текст, чтобы понять уровень его образованности и посмотреть с какими людьми он общался. Там Фернандо Песо, один из крупнейших поэтов 20 века переводил его гимн пана на португальский язык. Они общались вместе. То есть он его на полном серьезе считал за своего, за его живого человека. То есть понятно, что Краули ушел из золотой зари не для того, чтобы похитить ее материалы, как они считали, просто потому, что он ее перерос в свои несколько, в 20 с чем-то лет и ему было уж просто неинтересно играть в солдатики масонские. Что происходило дальше? Ну вот я вам обещал Этейлу, я вам показываю Этейлу. Заметьте, у Этейлы мы видим священника очень странного. Его можно из-за дьявола принять. Двойная корона, двойная тиара. И карта у Этейлы абсолютно точно будет повторяться на Аркане Дьявола. То есть тоже мужчина и женщина. Именно у Этейлы они впервые со всей определенностью именно разного пола. То есть до этого это два черта. А здесь это именно мужчина и женщина. То есть карта брака и карта Дьявола у Этейлы они одинаковые. и карта брака и Этейлы заметьте имеет тринадцатый. И она очень негативная ее в общем-то значение. Идем дальше. Дальше Дали и Хайдль но в общем-то они воспроизводят модель Уайтовскую. Хотя у Хайдля интересно то, что в общем-то на Ангела эта фигура не очень похожа. На крайней мере обычно Рафаила не так изображены. Здесь мы видим руну К это соответственно возможность выбора своего предназначения. Здесь армонический футерк поэтому здесь свои прибавки. То есть это не классический футерк колоды рубежа 21 века здесь достаточно сложно проинтерпретировать. У Акрона мы видим уже действительно братья изображены. Братья напомню это тема Аркана Солнца там они изображаются. Здесь мы имеем очень причудливую метаморфозу. Это тоже выбор но речь идет конечно о выборе иного толка. Знаете это выбор такой уже как сегодня поминал на сон грядущий восставшую незаду. Воск недавно пересматривал там очень хорошая партитура во втором. Премия Сатурн за музыку. Очень хорошая действительно очень толковая партитура. Кстати уж если отвлекся покажу там на 26 кажется минуте есть с собой сейчас там на 26 минуте фильма в кабинете очень нехорошего дядечки который заправляет психиатрической больницей а на самом деле злой акультист хочет вызвать всех чехтей висит большая большая шестерка пентаклей из того тото вот так в общем-то представляет себе столь безобидную карту но правда мы не знаем она никак не объясняется может быть он будучи респектабельным человеком и промышляем заработки восставшие зада два дело в том что вполне возможно что он ее повестил для правильной цели то есть для привлечения денег то есть это нам неизвестно ну в общем кто захочет сам найдет не открывается флеш будет время после лекции покажу и смысл в том в этом фильме в том что человек выбирает наслаждение земного мира либо наслаждение мира ага я бы сказал что лакан бы это определил иначе он выбирает удовольствие или он выбирает наслаждение и любопытно что я очень сомневаюсь что автор сценария да и первого фильма там у режиссера и сценарист это один и тот же персонаж что он читал лакана это было то же самое время да то есть фильм 80-х годов лакан 80-е годы в Америке еще не нашумевшая фигура и тем не менее там наслаждение это разрывание плоти да в них вонзаются ключи их разрывает на части по лакану как раз наслаждение это то что не может быть контейнировано оно не может быть сорвано это то от чего мы всегда сворачиваем назад в удовольствие то что просто нас дефрагментирует как субъект поэтому на самом деле выбор между замкнутой и разомкнутой системой мы можем выбрать разомкнутую для того чтобы в ней выбрать другую замкнутую либо мы будем мыслить разомкнутую не как мы мыслим ее изнутри и замкнутой как абсолютные возможности а как абсолютную невозможность тогда да мы выходим и просто болтаемся как цветок проруби как сказано в одном русском кинофильме вот и соответственно тогда она не является трансгрессивной эта позиция то есть между удовольствием и наслаждением в качестве прибавочного да то есть мы не можем выбрать наслаждение мы можем выбрать лишь прибавочное наслаждение если мы выбираем наслаждение именно как статус неопределенности то соответственно она для нас полностью определяется мы отсекаем другие возможности Неопределенность же не предполагает постоянный метаморфизм. Неопределенность может, например, предполагать, что в последующие тысячи лет ничего меняться не будет. Потому что раньше никогда так не было. Наслаждение связано с неожидаемым? Наслаждение, в данном случае, по лакаму связано с дефрагментацией. А здесь, по этому сценарию, естественно, там возможность есть либо вызвать, либо не вызвать. Если ты вызвал, то уже всё. Но обычно после того, как их там раскурочат на кусочки, им нравится. Но они уже становятся представителями другой стороны. И любопытно, опять же, если обратиться к этому не самому лучшему примеру, у меня нет цели вас тут приучить хорошее киносмотрение. У меня цель показать иллюстративный материал. А в смысле иллюстративного материала пригодно всё. И в данном случае интересна эта тема, опять же, второй фильм, что когда этот нехороший дядя, у которого висела шестёрка Пентакли Кроуди, но хочет вызвать этих самых чертей не своими руками, он боится. Он подсаживает к этой шкатулочке сумасшедшую, которая всегда собирает девочку маленькую, которая всегда с головоломки разгадывала. Он ей даёт эту шкатулку и уходит смотреть. Приходят черти и не трогают эту девочку, потому что говорят, руки не могут нас вызвать, нас вызывает желание. И идут искать этого дядечку. Ловят его, разрезают на кусочки и он становится таким же чертом, ещё более крутым, чем они. Ему всё, в общем-то, в итоге понравилось. Но, опять же, речь идёт о том, что можно занять либо ту позицию, либо другую. А между, в общем-то, она невозможна. Но, в общем-то, на этой замечательной ноте... Григорий, да, можно буквально несколько комментариев? Да, конечно. По поводу лекции, я не хотел поделить свою позицию. Ну, по поводу Юнга, как вы понимаете, я здесь не могу не опланировать. И, прежде всего, моё возражение будет в том, что в ответе Иову Юнг формулирует идею Бога, стремящегося к самопознанию. То есть, Бога, изменяющегося... Ну, точнее, не Бога, а Бога-образ. О Боге мы поймем, ничего не можем говорить, да. Бога-образ, который именно изменяется на протяжении всей истории. И позднее у Эдингера есть концепция шести парадигм. То есть, даже не трёх ионов, а конкретно шесть именно принципиально разных парадигм, в которых те же самые силы, архетипы и так далее, это совершенно разные. Совершенно разные базовые слова бытия. То есть, анимизм, матриархат, эротический политеизм, монотеизм, христианство, юнгянство. Да, да, да. То есть, в принципе, сказать, что юнг принадлежит вот к такому, я бы сказал, именно традиционалистскому локусу. То есть, да, фактически вы обвинили юнга в генонизме. Да, у генона действительно вот есть неизменная традиция, неизменная архетипа, которые вот они извечны, объективны и совершенны. Но у юнга есть понятие парадигм и изменяющего. Давайте отвечу тогда, если больше скоро у вас стал такой вопрос. Я просто не хотел показать юнга противоречивым мыслителям, поэтому я не стал акцентировать внимание на этой работе, которую я, естественно, знаю. Просто, на самом деле, если мы взглянем объективно и будем принимать во внимание и эту традицию, которая в юнгианстве, и у юнга, и у некоторых его наиболее близких последователей есть, то, на самом деле, мы получим картину, которая вообще не смыкается. Да, то есть она не сходится. Он стоит, он именно пытается занять позицию, которую занять нельзя. С одной стороны, он стоит на абсолютной стабильности архетипов, то, что архетипы неизменно, они даже до человеческой истории присутствуют. Это нечто, что ее не определяет. С другой стороны, он действительно в Иове говорит о боге, который стремится к развитию. Игорь того говорит о том, что Иов существенно повлиял на изменения даже самого бога. То есть этим он задает то, что просто, грубо говоря, он опровергает свою собственную концепцию архетипов. То есть он и полностью уничтожает. Самое любопытное, что это же делает геном. Потому что геном полностью разделяет концепцию золотого века. А концепция трех веков, которая известна еще с глубокой древностью, но наиболее активно представлена, наиболее явно у Вергилия, она предполагает тотальную смену. Да, был золотой век, потом все померли. Потому что речь идет не о золотом веке изначально, а о золотом поколении. Первые люди были сделаны из золота. Они жили-жили долго и счастливо, умерли. Потом в следующее поколение у людей с нуля сделали серебра. Да, они поменьше жили, менее счастливы тоже померли. И так далее. И получается речь идет о непреемственности, которую традиционалисты пытаются включить в традицию неизменности. Что ее взрывает опять же под ноль. То есть это как раз показывает о том, насколько Кроули сумел раньше других, раньше Генона, раньше Юнга отказаться от того, что ценность, что есть вечные ценности. И сказать, что нет, вот сегодня ценности такие. Вчера были другие, но это ни о чем не говорит. И спустя 50 лет это начинает взаимодействовать в науке. И в общем-то сейчас уже только какие-нибудь совсем такие долбанутые христиане будут настаивать на том, что есть хоть какие-то вечные ценности. Если вы посмотрите просто любую документацию от любой культуры, вы поймете, что этого нет. Их просто не существует. Другое дело, что нам хочется, чтоб они были. Ибо каждая парадигма целостная, а история в нее включается всегда. То есть понятно, что сейчас мы ее видим целостно. Но простите, это то, что Деррида называл второе раньше первое. Потому что наше понимание истории наступает после того, как оно уже случилось. То есть мы ее полностью перемалываем, и там причинами становится вовсе не то, что ими изначально было. Потому что если бы вы настоящую причину нашли, это то же самое, что найти причину большого взаима. Значит его не было. Найти его причину означает его обнулить. Значит ему просто не существовало. Так что, в общем-то, я знал об Уове, но не хотел погружаться в такие дебри, а во-вторых, в общем-то, некоторое просто может отпугнуть, если сказать, что концепция мыслителя взаимоисключающая. Что он не заметил глобального противоречия, лежащего в корне его учения. В общем, для философии это смерть. Для философов это конец. Вот один момент. Вот один момент. Юнг всегда позиционировал, это неоднократно у него припишется себя не как философ, а как эмпирика. То есть да, если психические факты таковы, что они вступают между собой в противоречия, то логично хотя бы феноменологически описать эти факты. Да, то есть, потому что вот факты душевной и психической жизни таковы. То есть Юнг, в принципе, насколько я могу его понимать, он не определял себя как философ. Не определял никогда как философ. Прежде всего, именно как эмпирик, а эмпирически, психически, действительно здесь есть факты, свидетельствующие в пользу. Одного, когда в наших снах или денег воскрешают мифы инициации первобытных состояний. Как мы их сейчас понимаем. И, с другой стороны, есть и момент изменения. Удивительно, в данном случае речь идет опять же о том, я все-таки отвечу, что Юнг и здесь, позиционируя себя эмпириком, вступает сам с собой в противоречие. Ибо эмпирик не лезет в метафизику единого. Понимаете, эмпирически метафизика единого нам не доступна. Он позиционирует себя как первооткрывателя самости, помимо эмпирика. Ну, конечно, можно очень долго обсуждать, очень интересная тема. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...